Далее, эластичность и прочность сосудов одновременно утренним приемом чесночной и кедровых спиртовых настоек, 25-суточной выдержки по пол чайной ложки, каждая запивая молоком. При этом на все отказаться от говяжьего жира и искусственных гормональных окорочков, а также любых злоупотреблений растительными маслами подсолнечного типа. Ну, давайте разберем эту рекомендацию. Значит, смотрите, эластичность и прочность. Рекомендуется прием чесночной и кедровых спиртовых настоек. Значит, как их делать? Здесь не сказано. Примерно делается так. Одна часть этого субстрата, допустим, чеснока, на 10 частей спирта. Также, значит, кедровых орешков, возможно, кедровые орешки не чищенные, а цельные должны быть. И одна часть, и опять-таки на 10 частей спирта. Все это настоять 25 суток и по пол чайной ложечки, значит, запивая молоком. Что они делают? Вот смотрите, если у нас имеются какие-то отложения, то вот эти вот со стороны чеснока, там будет происходить растворение вот этих вот холестериновых там бляшек, то есть отложение всего того, что может отлагаться, откладываться на кровеносных сосудах изнутри. То есть вот если жир прошел, то, допустим, по трубе, то вот как раз в стенке трубы остается вот эта вот жировая плюнка. Чтобы ее очистить, значит, применяют различные моющие средства. И я тут думаю, что именно вот здесь вот чесночок именно будет действовать вот на этот жир, расщепляя его. А вот кедровые, кедровые, значит, вот это вот орешки, а там, я думаю, содержатся вещества, которые вот как раз придают эластичность. И в итоге вот эта двойная рекомендация способствует тому, что с одной стороны мы чистим сосуды, а с другой стороны действительно укрепляем их эластичность. Это важно понимать. Плюс в чесноке содержится там, вот я еще давно там слышал, на этом в свое время особо заостряли внимание, германии. Редкий такой элемент, который в основном в организме человека, опять-таки то, что я слышал, может это и не так, но так вот, что я слышал, что он как раз накапливается в этих всех заслонках, в этих всех клапанах, которые, допустим, в сердечных клапанах, в клапанах, которые находятся в сосудах, в венозных сосудах, идущих от ног, от рук. И благодаря этому они, значит, сохраняют свою эластичность, свою работоспособность, и кровь нормально оттекает. А то, понимаете, если клапана слабые, кровь только раз, подвинулась, и опять под действием силы тяжести опустилась. А так они действуют, как вот такие полулунные, они вот так вот, смотрите, стенка вены, клапана вот так вот, снизу раз, они поднялись, и далее только оп, опустились, и кровь здесь осталась, не то протекает. Следующее у нас там сжатие мышц, они опять, значит, под действием сжатия мышц поднялись, кровь вытолкнулась, и они захлопнулись, держат. Если, значит, вот этого не будет, то у нас начинают потихонечку возникать разного рода отеки и так далее. То есть с вот этими, значит, чесночной кедровой настойкой, которые вот, как я считаю, ну, там можно посмотреть более тщательно, разобраться. Ну, вот основное, я считаю, чесночное очищает стенки сосудов, а вот кедровое как раз их будет укреплять. Так, от говяжьего жира, говяжий жир, туго плавкий жир, то есть наш организм не любит какие-то туго плавкие жиры. Вот, допустим, сало нормально, потому что сало, грубо говоря, жир свиней человека, они где-то и вообще, как говорят, ученые. Организм свиней человека довольно-таки хорошо это напоминает друг друга. Поэтому этот жир-то мы можем с вами, как бы сказать, расщепить. И он не такой туго плавкий, это важно понимать. Что у нас температура тела там 37 градусов, 36,6, да? Ну, 36,6 градусов. Вот. И она может там расплавить, что-то там такое, как бы сказать, растворить, и все это более-менее нормально движется. Если что-то туго плавкое, этой температуры недостаточно для того, чтобы она расщепилась. А тем более, если у нас неправильно произошло здесь пищеварение, не обработались эти жиры, то у нас вот возникает, что идет такой субстрат по кровеносным сосудам, который делает кровь вязкую, и в некоторых местах вообще может закупорить ток крови. Поэтому не рекомендуется. Ну, особенно, я так думаю, если, конечно, чаще, часто это все использовать. Так, гормональная окорочка, гормональная окорочка. То же самое, значит, вот этот жир плюс гормоны, которые, если гормоны имеются в окорочке, то, естественно, вроде как и окорочка будут приготовлены. Тем не менее, они все равно попадут в наш организм и тоже будут что-то там с нас делать. Я, как качок, знаете, качок этот самый, закоренелый, слышал высказывание одного, значит, бодибилдера, когда ему сказали, вы там гормональные препараты применяете. Говорят, я нет, я не применяю. Я живу там в такой-то стране, а там ем как раз вот эти вот окорочка кур, которые выросли на гормонах, поэтому меня так и прет. Я их не применяю гормоны, они уже готовы к пище. А также любых злоупотреблений растительными маслами подсолнечного типа. Именно здесь ключевое слово злоупотребление. То есть наш организм способен переварить, там усвоить, вывести определенное количество любых веществ, ну, естественно, пищевых. Но если их избыток, даже самых лучших, самых полезных, мы так столько нагрузим, что, естественно, ни переваривающие системы, ни выделительные с этим не могут справиться. Поэтому здесь слово злоупотребление. Это ключевое. Функциональность мочеполовой системы. Я называю мочеполовик. Приемом в течение дня до трех стаканов фито-чая из травы. Кипрея душицы коровяка скипетровидного с несколькими каплями настойки жгучих почек тополя. Жгучих, жгучих. Вот, смотрите, мочеполовая система. Вот, я так понимаю, не вдобаваясь. Вот то, что я на данный момент знаю. Если я копну там какие-то справочники, я, конечно, тут расскажу намного больше. Ну так, кипрей, иван-чай, кипрей. То есть, трава, мы говорим, кипрея, иван-чая, они делают, вот, интересно такое наблюдение, они делают воду мягкой. Очень важно для нашего организма, для растворения вот всех этих там, этих самых, камней и прочих-прочих-прочих вещей, это чтобы вода была мягкой. Наш организм тратит довольно-таки много энергии на то, чтобы сделать воду мягенькой, которая бы все растворяла. Поэтому, вот, смотрите, травка это кипрея. Ну, кипрея, да, это иван-чай. Разные названия, но это уже растение. Душица. Душица, вот, опять-таки, для того, чтобы, знаете, вот эти фитонциды из, само название, душица, вот эти вот ароматические вещества, они способствуют, с одной стороны, дроблению, они способствуют усилению циркуляции, они способствуют многим разным вещам, которые очень полезны для нашего организма. Вот я перед вами сижу. Циркуляция, как бы сказать, вот, на минимуме. Что там организм сам, знаете, по действиям силы тяжести, там, и вот это-то-то-то-то-то-то-то, движется у меня кровь, лимфа там вообще встала на месте, потому что тут ноги пережаты. Руками я не махаю, ногами я не хожу. То есть, вот, идет застой. Так вот, когда мы добавляем вот вещества душистые по своей природе, душистые вещества, как правило, обладают большой энергетикой, и способствуют усилению циркуляторных продзезов. Поняли? Далее, коровяка скипетровидного. Коровяк скипетровидный, и, к сожалению, растение редкое, я не знаю, что там, что он делает. Итак, не буду даже догадываться. С несколькими каплями на стойке жгучих почек топали. Вот жгучих почек, вот тут ключевое слово жгучих. Если что-то имеется жгучее, это, как правило, бактерицидное. Очень важно нашу мочеполовую систему, как я называю, мочеполовик, обеззаражить, то есть, поддерживать в нем такое стерильное состояние, чтобы не было никаких микроорганизмов. Потому что мы знаем, как только мы там простыли и так далее, что-то там только возникает. Цистит и прочие-прочие там заболевания мочеполовой системы, в основе которых лежит уже воздействие бактерий на там слизистые оболочки, мочевого пузыря, сами почки, на мочточники, на мочевой канал. И все такое пошло. Так вот, как раз вот эти вот жгучие почки тополя, а тополь еще, насколько я сейчас вспоминаю, является одним из мощных средств противопаразитарных. Причем не надо думать, что паразиты – это глисты и там еще что-то такое. Гораздо хуже – это грибки и бактерии, их там огромное количество видов, гнейродные там такие-сякие. Ой, лучше не углубляться. Поэтому вот эта вот вещь будет на все это действовать. На все это действовать. Далее, шестое. Каждое утро прямо по стилю упражнения грабли, растопыренными пальцами их рук, 25 раз подряд провести жестко по голове и шее, затем мягче по ключицам и очень нежно под мышками. Необходимо будить, активировать лимфатическую систему. То есть вот она – раз по голове и шее, значит, потом по ключицам, нежно, значит, под мышками, то есть, значит, уходим вот так под мышки. Ой, у меня тут такие плечи раскачались, под мышки не залезу. То есть лимфатическую систему, чтобы, так как мы находимся в горизонтальном положении, как бы запустить, ну, вот таким вот упражнением. Еще, значит, раз по голове, по шее, по ключицам, и очень нежно под мышками. 25 раз подряд. Ну, я примерно так понял это упражнение. Седьмое. Ежедневно функциональность ротовой полости и зубной ткани поддерживают утренними и вечерними полосканиями после еды противовоспалительным составом, который легко готовится в домашних условиях из девяосила, змеиного горца, лапчатки, прямостоячие, радиолорозово и ольхи. Значит, как он готовится, к сожалению, Николай Иванович не указывает. Девяосил. Ну, я вот свою интерпретацию дам. Девяосил. Это, значит, как раз такое растение, говорящие название само себе, девять сил дает. То есть наши зубы должны быть довольно-таки крепкими, устойчивыми такими образованиями. Им нужна вот какая-то, какая-то такая энергетика, которую, возможно, передает этот девяосил. Змеиный горец. Змеиный горец примерно, что и птичий горец, насколько я так могу судить. Может, я не прав. Который также делает вот воду мягкой. Плюс он добавляет, что туда? Он добавляет, вот в этих горцах содержится кремний. Кремний способствует тому, что обеспечивает эластичность костной ткани. Она должна быть не просто такая крепкая, но и эластичная. Это очень важно понимать. И это очень полезно и, в свою очередь, и для сосудов кровеносных. Лопчатка прямостоячая. Радиола розовая. Это все-таки жизнедатель растения. То есть такое. И ольха. Важно понять ольха. А вот насчет ольхи, что тут? Соцвете или же кора ольхи. А вот ольха, это как раз противовоспалительное средство. Это как раз то средство, которое подавляет размножение вот этих вот гнилостных, бродильных микробов. То есть, чтобы у нас в ротовой полости не было тех микробов, которые способствуют кариесу. Ну, я думаю, мы с вами остановились на седьмой рекомендации Николая Ивановича Домрачева. Еще их тут шестнадцать, то есть половина. То есть, в следующем видосе, если вам понравилась вот эта часть, мы разберем и их. И далее у него есть рекомендация кухонная, кухонная терапия при, значит, вот коронавирусе. И вот рекомендация. Мы можем тоже это все с вами разобрать. Ваши отзывы, пожелания. Кстати, вот он сам делает этот медовый массаж, как он назвал вот эта терапия, медовая, эмульсионная там. Но тут он еще молодой. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!